О, здорово! Ты что, уже смотришь первый выпуск турнира Довакинов? А меня попросили побыть комментатором. Я, конечно, ломался сначала, но потом Фантом пообещал мне подогнать двух эльфиек. Я согласился. У всего есть, сука, своя цена. Короче, сегодня будут красивые, хорошие, добрые Довакины, которые будут друг друга немножко убивать, будут бить друг другу хлебало, а я буду смотреть и наслаждаться. Сегодня у нас восемь дружочков-пирожочков, и среди них одна девчушечка. Ну-ж, дамы и господа. Первая двойка игроков. Тарапу. Ёпта, что за ник такой? Бретоночка. Маг. Ох, ненавижу этих магов. Что угодно можно от них ожидать. Да у неё ещё лук. Нахрен ей лук, если есть магия? Точно баба безумная. На ней драконе маска мракеи. Нехило. Опасная дива. Её соперник Бонифаций. Орк-мужичок. Здоровый такой. Выбрал он комплект, походу, подбуханный. Надевая всё, что под руку попадётся. Чтоб точно ничего одинакового не попалось. Орк вооружён дедрическим боевым молотом. Тоже какой-то безумный. Из них бы вышла хорошая пара. Но не в этот раз. Сегодня они будут друг друга мочить прямо в этом дивном, милом месте. Где так упоительно напевают птички. Ну что, сынки, хреначьте друг друга? Понеслась. Тарапунька вызывает Атаранаха. И хреначит Бонифаций криком. Решила его взбодрить холодком. Да, Бонифаций не сможет пробиться через Атаранаха. А тем временем Тарапу будет остреливать его издалека. Ох, ёпта. Грёбанный паралич. Понятно всё. Бонифацию крупно не повезло. Парализовали сынка. Долго же он встаёт. Прямо как я после ночного бусича. С утра. Ну это редко бывает. Вы не подумайте. Ох, только-только встал и опять положили на землю отдыхать. Мерзкая же эта штуковина, этот паралич. Встаёт, сынок. Опять. Да что ж такое-то? Не дадут орку повоевать. Беду орка долбит, не давая ни секунды покоя. И даже его жалко стало. Ну что ты будешь делать? Снова парализовали. И добавочка крик. Атаранаха исчезает. И снова возвращается. Ни секунды покоя Бонифацию. О, Бонифация начинает использовать в деле лечения. Походу здоровья-то немного у сынка осталось. О, какой сильный удар от Атаранаха. Снова крик. Бонифация откидывает криком немного в сторону. И Бонифация отходит отдохнуть. Вот и всё. Отдыхай, сынок. Альтерапунка побеждает. Это первая победа нашего участника. Мага. Не думал, что хоть один маг сможет победить. Но неплохо. Что ж, идём дальше. Следующие сынки, которые решили потягаться, это Корнит и Лорик. Красный дракон. Сноумаг. Тёмный эльф. Броня у него хорошая. Маска-канарик, амлет Сауса-Арона и Вабаджек. Это шутка, что ли? Охренеть. Это законно вообще? А Корнит у нас также даннер. Неплохо так нарядился. Сталгримовый комплект брони. Подиза очарована ещё. Щит и дейдрический меч. Хороший выбор. Ну что, интересно, что же они нам покажут. Сможет ли воин завалить этого мага? Всё, погнали. Корнит стреляет арбалетом. И получает атаки Вабаджеком. Ещё атака. И чё нахрен? Монетки? Грёбаные монетки? В смысле? Как так? А теперь небольшая пауза. Народ. Я думаю, не все были к этому готовы. Но да. Я починил Вабаджек. Теперь он работает в бою со всеми своими способностями. И это имба. Мягко говоря. Но сам Вабаджек не был запрещен в этом турнире. В том-то и дело. И маг имел право использовать Вабаджек. Другое дело, что, например, я мог дать ему Вабаджек с отключенными эффектами. Но тогда какой смысл в выборе этого мага? По сути, также можно урезать любой другой артефакт и оружие любого другого участника. И он, скорее всего, проиграет. Поэтому, выбрал артефакт, имеешь право пользоваться его силой. Единственный запрет был на призывы всех, кроме отдельных видов Атронахов. Теперь вопрос. Я, конечно, понимаю, что использование Вабаджека со всеми его эффектами абсолютно законно на этом турнире. Но я хотел бы, чтобы каждый из вас написал мысли по этому поводу. Стоит ли пропускать данного мага дальше в следующем выпуске именно с Вабаджеком? Либо заменить его на другое оружие на выбор мага. Провести повторный бой и убрать Вабаджек уже сейчас. Другое дело, что у остальных также будут свои преимущества в разных артефактах. Уникальном оружии, за счет чего они будут побеждать. Так как в этом турнире было разрешено почти все. А мы с вами сможем наглядно увидеть, какой из артефактов, билдов и собранных комплектов окажется сильнее в этом турнире. И даст победу победителям. В общем, пишите свои мысли, а мы продолжаем. Давай, дедуль. Ну ладно, можно так можно. И Локер, ой, Лорик, побеждает. Еще одна победа, еще одного мага. Охренеть, маги тащат. Я в шоке, сэр. Ну что ж, продолжаем, раз такие пирожки. Так-так, дальше у нас воины. Наконец-то одни воины, а не эти четырюги-маги. Джагбер Эпост 21. Джагбер Бретонец, из всего существующего арсенала, он решил использовать стеклянную броню. Наверное, она ему просто нравится. Ну, удачи тебе, сынок. Она тебе пригодится. Следующий, Апост 21. Норд. Родники-то наш. Наконец-то, Норд. У Апозика дедрический заочарованный шмот. Неплохо так. Шарит. И драконика стену меч. Что ж, давайте. Понеслась. Бой начинается. Апост юзит крик. А, Джагбер его снес. Что ж, говнюк, дождик мне тут призвал. Я под грибочком, хрен тебе. Джагбер чё-то ждёт. Силовая атака Джагбера. Походу, он промахнулся. Джагбера также атакует разряд. Атмосферненький такой бой. Под дождём. Бить хлебало под дождём. Эх, как это прекрасно. Романтика. А Джагбер неплохо так держится. Для чувака в стеклянных доспехах. Даже удивительно. У него, кстати, есть одно преимущество. У него есть щит. А у Позика его нет. Хотя, у него дейдрическая броня. Камон. О чём я вообще говорю? О, а Поза повалили. Ну, он довольно-таки быстро встаёт. Резвый паренёк. Скайм говорит для нордов. Да, сынок. Всё правильно. Как завещал батька Талос. Джагбер всё никак не уймётся. А Поз его и так, и сяк. И разряды его постоянно атакуют. Сильный ему бретонист попался, однако. Силовая атака. Молодец, Апос. Красава. Хорошо держит удары. Так, так, так. Кто-то у нас начинает использовать деле лечения. Хм. Джагбер. У тебя всё хорошо? О, Джагбер повалил Апоза. Чего это он там за брейк-дансы крутит? Снова летится. Видать, уже второе зелье. Да, этот бой более честный, чем бой магов, которые парализуют, превращают в монетки, крёбанные. Вот так надо сражаться. Без всяких грязных приёмчиков. Ещё зелье. Да сколько у тебя их? Джагбер. Какой-то ты титер. Бан. Но с другой стороны, это бой. Тут побеждает не только сильнейший, но и хитрожопейший. Да где он их берёт? Фантом дал их только три. Заныкал, что ли, где-то? Вот же жучара какой. Ещё зелье используешь, забанить тебя. Килал пропишу. Ёк-то. Я ж и себя завалю. Апозико, братишку. Ладно. Просто бан. Апозик полетел. На время стал птичкой. Только не чирикает. И уронился хлебалом в землю. Давай, поднимай свои булки. Вставай, дерись. Накону честь норков. Ох, какое шикарное добивание. Вот это я понимаю. Истинный норд. Показал Джагберу, где Джагберы зимуют. Апоз 21 победил. Долгий и красивый бой. Отличная победа. Поздравляю. И последний бой на сегодня. А теперь сразятся два орка, воина. Оба очень сильные и крутые. Арцлива и Дартакс. Арцлива Орк. У него охренительная бонитовая кольчуга. Моя любимая. Артефакт. Драконий, чешуйчатые перчатки, сапоги и шлем. Офигеть. У него даже булава Молога Бала. Еще один артефакт. И призрачный клинок. Неплохо. Дартакс. Тоже орк. У него уже дейдрическая броня. Тоже булава Молога Бала и щит. Но не простой, а сам разрушитель заклинаний. Есть еще лук смерть Фериньелла. Посмотрим, кто сильнее из этих мощных ребятишек. Погнали. Бой начинается. Дартакс хотел выстрелить, но его превратили в ледышечку. Отдохни немного, Дартаксик. Артслива успевает ему немного накостылять, пока Дартакс пытается очухаться. Вот это он мельницы раздает. Артслива еще та матерая мельница-убийца. Молит своих врагов в муку. Вот это удары у Сливового. Даже щит Дартакса не помогает. Ох. Фушер отдохнул его. Башкой об стенку. Неплохо. Но Артслива быстро встает и бежит в бой. Думаю, даже если бы Дартакс вытащил лук, это ему бы не сильно помогло. Если бы, конечно, он в этот момент не отбежал. О, Артслива хотел пробить силовую. Но Дартакс-молочинка заблочил его. Как он ему вдарил. Да, Дартакс сражается не так плохо. Так, Сливово опять отнимает у бедного Дартаксика преимущество. Сбивая его к стенке. Ух, как в Дарю. Дартакс расстерялся. Дартакс отправил Артсливу полетать по арене. Как раз тут давно не убирались. О, наконец-то он догадался использовать лук. Но слишком поздно. И это победа Артсливы. Он даже ему не дал заюзывать восстановление здоровья. Очень мощный орк. Вот и все. Фух, лютые бои были. А деду пора отдыхать. Дед устал. Четыре боя, восемь сильнейших соперников. И четыре сегодня выбывают. Победили два мага и два воина. А следующий бой будет уже совсем скоро. Но перед этим Фантом сделает тизер. Новые восемь соперников, новые бои. А вы пишите в комментариях, как вам бой. Как вам дед-комментатор? Кто на ваш взгляд самый крутой? И все, епта. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова